Всем привет дорогие друзья, с вами компания 3DTool и по традиции мы выкладываем видео из цикла роликов заметки инженера про новую модель 3D принтера Flashforge Guider 3 Plus. В основном обзоре мы подробно рассказали про все его возможности, рассмотрели комплектацию и напечатали огромную геометрическую сложную деталь из PLA пластика. Сегодня мы более подробно разглядим данный аппарат, посмотрим возможности фирменного слайсера и напечатаем небольшую деталь из инженерного материала угленаполненного полиамида. Добро пожаловать на наш уютный YouTube канал, мы начинаем! Первая особенность этого 3D принтера, на который хотелось бы задержать внимание, это быстросъемный хотенд. В комплекте у нас есть набор шестигранных ключей, для замены хотенда нам потребуется шестигранник 2 мм. В передней части защитного кожуха имеется технологическое отверстие, внутри фиксирующий винт, который нам и требуется ослабить. Вся процедура занимает считанные секунды. Сам хотенд биметаллический и представляет из себя узел в сборе с платой, нагревательным блоком с датчиком температуры, нагревательным теном и радиатором. Из платы выходят контакты для подключения к основной системе электроники. Все собрано достаточно добротно и, как говорится, юзер-френдли. Замена очень быстрая и простая. Проводка вся надежно зафиксирована, а также у этой системы есть довольно-таки полезная функция автоматического отключения электропитания принтера в случае нештатной ситуации. Например, когда пользователь не проконтролировал первый слой или оторвало деталь, сбились координаты, то ничего не сломает и не погнет. Как только на блок произойдет механическое воздействие, он отключится от контактов и система полностью вырубится. Принтер оснащен симпатичным планшетом управления со встроенной памятью. Давайте пробежимся по меню и посмотрим, что здесь вообще есть. Первая вкладка – хранилище. Здесь сохраняются и отображаются на экране ранее напечатанные либо заранее сохраненные модели. Далее у нас идет вкладка «Филамент». Тут мы соответственно можем загрузить пластиковый экструдер, выгрузить его, а также запустить алгоритм самоочистки. Следующая вкладка – температура. Платформу максимально мы можем нагреть до 120 градусов Цельсия, экструдер до 320. В следующем меню мы можем осуществить автоматическую калибровку платформы. Она делается благодаря построению виртуальной карты высот. Для этого на экструдере установлен индуктивный датчик. Здесь мы также можем сделать инициализацию, отправить оси принтера в домашнее положение, либо вручную подвигать каретку с платформой, как нам удобно. Можем подключиться к местной Wi-Fi сети. У нас принтер уже подключен. Далее вкладка «Облако». Здесь при регистрации вашей машины можно хранить модели и готовые задания. Flashforge Guider 3 Plus имеет встроенную веб-камеру внутри корпуса. В этом меню ее можно активировать, а также при желании можно включить автоматическую запись каждой печати. Вот, как видите, у меня уже здесь есть некоторое количество таймлапсов моих печатей. Изображение выводится на дисплей, при желании можно вставить USB-флешку, нажать на иконку копирования и этот файл перенесется на вашу флешкарту. Дальше меню «About». Здесь хранится серийный номер, пробег и другая информация о 3D-принтере. В меню «Статус» отображаются текущие показатели температур, координат, пластик заправлен-не заправлен, вентиляторы охлаждения включены или выключены. Во вкладке «Maintenance» хранятся логи и различные подсказки по работе с принтером. Ну и через иконку «Upgrade» мы можем обновлять программное обеспечение при наличии обновлений. Платформа очень удобно фиксируется вот на таких зажимах. Сама она сделана из тонкого металлического листа со специальной адгезивной наклейкой. Легко снимается и ставится на место при правильной настройке прижима, может служить очень и очень долго. В углу корпуса находится веб-камера. Кинематическая система, по которой построен принтер – Core XY. В задней части корпуса вентилятор с HEPA-фильтром. Шаговые моторы NIMA-17. Платформа перемещается по четырем толстым цилиндрическим направляющим. В движение ее приводят два винта SHVP, соединенные в скрытой нижней части корпуса при помощи ремня с шаговым мотором. На передней панели располагается разъем USB для подключения флешкарт и кнопка включения. В задней части корпуса мы видим два отсека для пластика. Несмотря на то, что принтер с одним экструдером, второй отсек используется для хранения и сушки пластика. Подогрева здесь никакого нет, но, как мы уже показывали в основном обзоре, производитель положил нам в комплект несколько пакетов с силикагелем, которые предлагается здесь размещать. В верхней части на левом лючке отверстие для заправки нити. Там же расположен датчик наличия филамента. Когда нить заканчивается, принтер встает в паузу и, как мы уже убедились в прошлом выпуске, стоять он так может сутками, без каких-либо проблем. Также хотелось бы отметить интересную вещь. Я такого раньше не видел. Батарейки в комплекте отсутствуют, но это у нас датчик влажности с монохромным экранчиком, который отображает информацию. Сзади в нижней части располагаются основной тумблер включения, питание 220 вольт и разъем для Ethernet кабеля. Через жабры на задней стенке просматривается электроника. Как мы уже говорили в обзоре, это проприетарная плата производства FlashForge. Вот таким образом выглядит верхняя крышка и принтер издалека. Он у нас установлен на тумбе, но также имеет колеса для удобства перемещения по полу. Что ж, по принтеру, пожалуй, все сказано исчерпывающе. Предлагаю теперь подробно рассмотреть родной слайсер FlashPrint. Мне лично он очень понравился. Работает побыстрее Кура, разобраться, что где, тоже дело не хитрое. Итак, для печати угленаполненным полиамидом мы возьмем обыкновенный цилиндр диаметром приблизительно 40 мм. Далее нажмем кнопку Start slicing. Тут по красоте выставляем необходимые нам параметры. Он будет печататься с 10% 3D-шным заполнением. Максимальная скорость печати, как мы здесь видим, составляет 250 мм в секунду. Это реально огромная скорость, но есть один нюанс. Скорость такая недоступна для инженерных материалов. То есть пока у нас стоит PLA, то 250 мм в секунду, будьте любезны. Стоит мне поставить, например, тот же полиамид, как слайсер обрубает мне возможность выставить скорость, отличную от стандарта. Как видим, на PLA доступно несколько пресетов. Нажимаем кнопку слайсинга. Slice preview. И вот таким образом выглядит 10% 3D-шное заполнение. Программа визуализирует соплом точку входа на слой. Закроем настройки задания. Зайдем в файл. Preference. Тут у нас выбор языка. Можно выбрать тему. Светлую или темную. Мне темная больше нравится. Сразу как-то для глаз приятнее. Во вкладке Edit мы можем отменить последние действия, отзеркалить модель, выставить поддержки или установить на стол Wipe Tower. С одним экструдером она в принципе не нужна, но возможность такая имеется, вероятно, для других моделей. Поддержки мы можем выставлять как автоматом, так и вручную. Выбирать размер столбика поддержки и сам тип поддержки. В правом баре меню все известные и понятные инструменты для просмотра, перемещения модели, корректировки размеров. Также здесь мы можем разрезать модель на нужное нам количество частей, продублировать модели. Установить минимальное расстояние между двумя моделями. Кстати, очень полезная функция. Здесь также продублировано меню по поддержке, и Wipe Tower. Через Multimachine Control можно подключаться сразу к нескольким принтерам. Как видите, можно их даже разбить на группы, это довольно удобно. Подключаемся к нашему 3D принтеру. На экран сразу выводится информация о текущем статусе. Если нажать на значок информацию, то мы попадаем в память принтера и сможем удаленно запустить сохраненные в нем задания. Также если нажать на значок камеры, то увидим происходящее в данный момент внутри. Можем удаленно включать-выключать подсветку, а это означает что? Правильно. В случае зомби-апокалипсиса можно будет общаться с вашим оператором Азбукой Моза, например. Вот в целом и все. Предлагаю запустить на печать наш цилиндр из угленаполненного полиамида и оценить его качество. Ну а пока идет печать и говорить в целом уже не о чем, самое время подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. У нас регулярно выходит обзор на различные печати. Пишите ваши комментарии под этим роликом, как вам Gaider 3+, и в целом продукция компании Flashforge. Не забывайте ставить лайки, нам приятно, а вам, как говорится, нетрудно. Что ж, друзья, вот и подошел к концу наш обзор в рамках рубрики «Заметки инженера». Готовая деталь на ваших экранах. Получилось идеально. На этой позитивной ноте я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всем качественной бесперебойной печати и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова